Песни наши крестьяне, они выпивали свою боль, делались это обычно в банях, такие плакательные песни. То есть мы не со сцены, со сцены лучше петь то, что мы хотим видеть в жизни. Но в то же время песни несут терапевтический эффект. Но нужно понимать, где такую песню петь. Вот, поэтому я преимущественно пою светлые, радостные песни, когда мне хочется погрустить, я это делаю в одиночестве, под народные грустные песни. Ну и, собственно, в этих же книжках описывается путь, как нам выйти из наших экологических, экономических, демографических кризисов. Путь очень простой, вернулся к образу жизни наших предков, но это не значит уйти в каменный век, жить в лесу и ведь знать никаких цивилизованных инструментов. То есть сейчас такой срединый путь, когда нужно и, в общем-то, жить в лесу, но и ведь там интернет, электричество и так далее. Вот, и, собственно, мы парки такие, которые возят идеи, не только песни. Ну, а для вашего края у меня такая идея возникла. Я вот тоже с Саёжного края, у Стелин, у нас тоже занимаются лесозаготовкой. Я с детства видела, как лесовозы везут наши сосны. У меня, потому что дача рядом с лесовозной дорогой и сейчас до сих пор. Много сосен возится, ну и с космосом. Видно, что вся Иркутская область, заплаточка в таких, в проливках. Ну, меня этот вопрос никогда не оставлял. То есть, думаю, надо как-то вот так вот отгниться народу и все-таки из сырьевой нашей страны делать такую страну, которая что-то произвела. Вот, ну и накануне, до Нового года, я в интернете такую инициативу прочитала. Есть такой из Подмосковья юрист, который очень грамотный и такой, с активной гражданской позиции. И он кинул пищу, говорит, ребят, давайте подпишем петиции правительству, президенту, всем депутатам Госдумы о том, что, да, ради беречь леса, что у нас вообще с лесом происходит. Я, конечно, все на ковиду унициатива включилась, он там распределил, что отправлять. Я пяти депутатам с фамилией до буквы Зе отправила письма в парад президента. До сих пор письма нам приходят, они там друг к другу инстанции, констанции пересылают. Но что я услышала, что, в общем-то, этим вопросом начали заниматься, что вроде как-то приостанавливают незаконные рубки и даже с космоса отслеживаются. Но этого мало, просто взять и запретить, да. Нужно, во-первых, заготавливать правильно, заготавливать готовый лес, уже взрослый, да, молодняк, то, что мне сейчас рассказали, что очень любимых много молодняка, пока доберется зона нужного леса. Ну и чтобы из целевой сделать страну разводящую, кстати, экологи Приморского края, ну вот я слушала комментарии, они предложили, а почему бы нам не делать питомники с какими-нибудь простокнижными веткими видами деревьев. Поэтому вот такие идеи хочу озвучить. А ну еще такие идеи, как на технику применить, на благородины, это можно из самолетов, семена распространять с растениями. Ну вот, в общем, это какая-то такая идея, в общем, выпыливать в ней пули с порохом, а именно пули с семенами, чтобы они врезались в землю и прорастали. Вот так можно технику нам хорошо использовать на благотревого. Ну и, в общем-то, человек, это единственное существо, которое себя отделило от природы, вот и живет в камне, в таких больших природах, в деревнях как-то попроще. Вот, ну, путь, наверное, из городов нам все-таки выселяться на простую родину. Таких людей уже много, около 400 поселений нового типа, поселений, состоящих из гектаров, то есть семья берет гектаров, устраивает ее. Уже такие поселения существуют в России, поселения, состоящие из родового поместья. Ну и смысл жизни, наверное, человека, это понимать эту живую природу, понимать ее глубинные свойства. У растений, у деревьев есть глубинные свойства. К примеру, вишенка помогает встретить своего любимого человека, то есть если с ней общаться и просить об этом. Есть деревья, наполняющие позитивные энергии, есть деревья, которые, наоборот, забирают негативную энергию. Наши предки об этом все узнали. Очень верно, что они селезы в природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова